В селе Озенбаш, ныне Счастливая, прошла встреча односельчан. На неё съехались потомки выходцев из этих мест по всему миру. Побывала на ней и наша съёмочная группа. Вот уже более 20 лет, каждое второе воскресенье августа, над Озенбашем раздаются звуки хайтармы. Сегодня в Озенбаше встреча односельчан. Сабрия Хадырова приезжает сюда каждый год. Она была депортирована из этих мест, когда ей было 6 лет. Признаётся, до депортационной Озенбаш не помнит, но каждый раз, приезжая сюда, её сердце болит. Ну что тебе, девочка моя, сказать? Сидели, плакали, всё время плакали. Но когда оказывались на родной земле, радовались, конечно, очень. Родители имени Кубединовой – озенбашские. Признаётся, для неё эти живописные места, утопающие в зелени, особые. Зная это, родные имени Ханум подарили ей картину «Окно в Озенбаш». Я здесь не жила. Я сюда приезжаю не каждый год. Но я всегда помню и знаю, что это родина моих родителей, родина моих предков. Хочется, чтобы каждый знал, откуда он родом. Каждый помнил корни свои, знал эти корни. Это всегда обогащает человека. Председатель озенбашской общины Айдер Мустафаев отмечает, озенбашские делятся на тех, кто родился в Буюк-Озенбаше и Кучу-Козенбаше. Эти два поселения разделяла мелководная речка. Буюк-Озенбашцы делились на Буюк-Озенбаше и Кучу-Козенбаше. Буюк-Озенбашцы говорили «Эльти дай фалар», а Кучу-Козенбаше говорили «Эльти год флер» от слова «готы». И такое у них было разделение, что они даже противили созданию брачных союзов между уроженцами этих двух поселений. Сейчас Буюк-Озенбаш зовется счастливым, а Кучу-Козенбаша уже нет. В советское время его затопили. Сейчас здесь водохранилище. Айдер Мустафеев отмечает, до войны в Азенбаши проживало более полутора тысяч человек, а сейчас всего четыре улицы. Также до войны в Азенбаши было шесть мечетей. Сейчас осталась одна. Она действующая здесь проводит пятничные намазы, но требует реставрации.